Вот смотрите вы на галактику в телескоп или, что более вероятно в данном случае, на фотографию далекой галактики, а потом оказывается, что все это ложь. Нет, не в смысле, что через телескоп вы видите голограмму, а снимок это фотошоп. Это и так всем известно. Извините. В том смысле, что на самом деле вы видите не галактику, а антигалактику. Галактику, состоящую из антивещества. Приехали. У нас уже из антивещества состоят галактики. Но само по себе вот эта вот концепция анти, анти это противоположно. Противоположно в каком смысле противоположно? Ну то, что он говорит, это однозначно бред. Просто понимать степень этого бреда, понимать механизм генерации этого бреда. Анти это противоположно. Давайте сейчас попробуем через словари. Анти это у нас приставка, обозначающая противопоставление и противодействие. То есть формально примитивно к веществу у нас как бы нет противопоставления. В чем смысл? У нас вещество не переходит через ноль. Вот количество вещества не переходит через ноль. Вот у нас восемь баранов, семь баранов, шесть баранов, два барана, один баран, пол барана, четверть барана. Мы не можем перейти к количеству баранов куда-то в ноль. Если мы рассматриваем, могут ли бараны быть из какой-то другой материи, ну вот баранина в нашей вселенной из какой-то антиматерии. Вот пол барана из антиматерии, а пол барана из обычной материи. Мы этого не можем получить по простой причине. Наша вселенная в плане пространственности не замкнута и любой атом не будет отличаться от любого другого атома, как бы его ни назвали. Антиатом, что угодно. Вещество от антивещества – это будет то же самое вещество, давно известно нашей Вселенной, которое вот здесь также фигурирует, циркулирует. Вне зависимости от ваших фантазий это будет обычное то же самое вещество, потому что нет пространственных границ. Но они технически невозможны. Поэтому вот эта вот концепция, она сама по себе, ну вот люди как бы не смогли сосредоточиться в элементарных вещах и бормочут об этом какие-то вот такие разряженные интеллектуальные вещи. Давайте глянем еще маленько. Окунемся. Держите голову в чистоте, сгруппируйтесь. Звучит, конечно, фантастически, но на самом деле идея не такая уж и экстремальная, какой может показаться на первый взгляд. Антиматерия или антивещество точно существует. Мы регистрируем его в космосе. Вот эта вот галлюцинация, разговоры есть об антиматерии, ведение антиматерии есть, но то, что она не может чисто технически являться антиматерией, это как бы реальность. Это такие, ну люди не смогли сосредоточиться. Поэтому точно есть это, ну перебор. Человек не понимает, о чем говорит. Нет антиматерии как таковой в нашей Вселенной. И даже можем производить сами на Земле. И оно почти по всем основным параметрам не отличается от обычного вещества. Вот, вот, зацените, да? Оно не отличается от основным, от обычного вещества, но мы называем это антиматерией для того, чтобы, что, казаться умнее, что ли? Тироспальный корзитолинг? Как-то приматов шокировать своей интеллектуальной деятельностью? Для чего вы об этом бормочете? Самым параметром не отличается от обычного вещества. Более того, если бы такая гипотетическая антигалактика существовала бы где-то в изолированной области Вселенной, и мы ее нашли, вероятно, внешне бы она не отличалась от обычной галактики. Так что да, по крайней мере в теории, далекая галактика, которую мы видим на снимке, может быть импостером. Но это в теории. Давайте поподробнее поговорим о том, могут ли существовать антизвезды, антигалактики или другие макроскопические объекты или системы из антивещества, и можно ли их как-то обнаружить. Ну и, конечно, тут нельзя не затронуть тему самой антиматерии и проблем современной физики, связанных с ней. Ну, однозначно, на старте уже понятно, что далее следует лютый бред. Задача смотрящего просто не заразиться. Вот этим вот не заразиться. Ну так, в ознакомительных целях мы просто это можем маленько посмотреть. Какие формы существуют бубоны, от чего мы на такие поглядели и не заражаемся? Какие формы оспы существуют? Поглядели, не заражаемся. Какие формы слабоумия существуют? Несосредоточенности. Тоже поглядели, не заражаемся. Маленечко смотрим. Я вот состою из обычного вещества. И вы тоже, я надеюсь. Как и Луна, Земля, Солнце и так далее. Вообще может показаться, что что-то много всякой материи. Обычная, антиматерия, темная материя. Кстати, интересно, что ситуации с темной и антиматерией отличаются. Да, по мнению большинства ученых и та, и другая существуют. В случае с темной материей, скрытой массой Вселенной, мы знаем, что эта масса есть, потому что мы видим ее воздейственно. Вошли сейчас вообще в неведомые глубины маразма. Есть люди, которым действительно берещутся, что есть темная материя, темная энергия. Сейчас вот они еще антиматерия. Но это все ненаучно. Это все просто галлюцинации. То, что он рассказывает в фатологии, почему это есть, это ошибочки. Люди не смогли рассчитать равновесие во Вселенной, поэтому он придумывает всякую дуть, чтобы заткнуть дырочки в расчетах. Не более того. Видим ее воздействие на обычное вещество. Об этом у меня уже было отдельное видео. Но мы по-прежнему точно не знаем, чем именно эта скрытая масса является. Хотя версии, конечно, есть. Это могут быть и новые, неизвестные науке частицы, но еще есть и более консервативные, если так можно тут сказать, версии. Что скрытая масса – это коричневые карлики или черные дыры. Хотя эти версии далеко не основные. В общем, суть в том, что мы считаем, что скрытая масса есть, но что это, мы пока не знаем. А вот с антиматерией... Итого, попытка натянуть по свойствам второстепенный какой-то фактор, выдать его за антифактор. Ну, блондинка – это антибрюнетка и так далее. Никакой антиматериальности, антивещественности тут, собственно, ничего не ожидается. Такую таблицу стандартной модели элементарных частиц. Но тут не показаны античастицы. А вот как-то так уже может выглядеть таблица, если туда еще и античастицы добавить. Как и многим другим открытиям... Если анти – это не анти, ну, ты называешь это антиматерией. Если антиматерия – это не антиматерия, ну, ты называешь ее антиматерией. Надо срочно лечить антиматерию и нормальную материю. Непосредственному обнаружению антивещества предшествовало теоретическое предсказание. Причем в некотором смысле оно было не намеренным, а побочным. Физик-теоретик Поль Дирак работал над объединением квантовой механики и специальной теорией относительности Эйнштейна. Приехали. Вот вам и эта радость, откуда что берется. Профессиональная секта, в кавычках математиков и физиков, которая отрабатывает псевдопроект теории относительности, бормочет всякую ерунду, натягивает сову на глобус, выдают свои бредни за научные знания. А если немного конкретнее, он создал уравнение, которое описывало поведение электрона, это часть от квантовой механики, двигающегося с релятивистскими или околосветовыми скоростями в электрических и... Приехали, погрузились в густой релятивистский бред. Вот весь релятивизм является бредом. Подробно мы, начиная с ролика «Континуумный метод», показывали, где, что и как, в чем заключена фальсификация. Наглядный пример – это уже фальсификация предмета счета с мерностями и так далее. Ребята, ну, тут уже как бы заразиться-то невозможно этим бредом, когда понимаешь. Ну, кому хочется это смотреть в усмешительных целях, смотрите. Предлагаю закончить. С вами был Виктор Катючек, канал «Наушный трибунал». Подписывайтесь, ставьте лайки, разносите нашу информацию по интернету. Все наши фильмы можно без каких-либо ограничений лить себе на каналы, выстригать интересные кусочки и так далее. Лить где угодно, использовать как угодно. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»